Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы сегодня с нами на программе «Иисус Целитель». Сообщите кому-то еще, что мы в эфире. Мы замечательно проводим время в школе исцеления за изучением различных чудес, произошедших во время земного служения Иисуса. Чудес исцеления. Мы разбираем их строчку за строчкой, стих за стихом. Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокноты, ручку и учитесь вместе с нами. Вы скажете, «Пастор Нэнси, я не являюсь одним из пяти даров служения». Если вы рождены свыше, Бог хочет действовать через вас. Бог хочет благословлять людей через вас и служить им. А значит, вам дана привилегия обладевать навыками служения и исцеления. И мы хотим, чтобы вы были хорошими учениками. Смотря эту передачу, верьте Богу, высвобождайте свою веру. Возможно, кто-то из вас нуждается в исцелении тела. И учение – идеальное время для этого. Потому что от слышания слова приходит вера. И это лучшее время высвободить свою веру. Вера приходит, когда вы слышите слово. Но вера высвобождается через то, что вы говорите. Так что ожидайте чего-то сегодня и говорите что-то согласно тому учению слова, которое вы услышите. Мы собрались с близкими друзьями в домашней обстановке, и мы так рады, что можем провести это время вместе с вами. Пожалуйста, откройте со мной пятую главу Луки. Мы прочитаем несколько стихов, начиная с 17-го. Луки 5, 17. Пожалуйста, читайте вместе с нами. Мы прочитаем весь этот отрывок, а затем рассмотрим и изучим каждый стих в отдельности. Луки 5, 17. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, «Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказать, встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, сказал Он расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тотчас этот человек встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, хваля, славя и благодаря Бога. И непреодолимое изумление охватило всех, и они хвалили, славили и благодарили Бога, и были наполнены и охвачены благоговинным страхом, и не переставали говорить, «Сегодня мы видели чудесные, странные, невероятные и немыслимые дела». Вот так событие им довелось увидеть в тот день. Можете себе представить, вы сидите, слушаете Иисуса, и вдруг кто-то разбирает крышу прямо у вас над головой. И спускает на веревках не просто человека, а кровать с человеком на ней. Такое не происходит сплошь и рядом. Так, никто сегодня не разбирал вашу крышу. Это было что-то из ряда вон. Вернемся к 17 стиху и начнем изучать стих за стихом. «В один день, когда Он учил, Иисус учил...» Спасибо Богу за учение. Без учения Слова мы бы не знали всего, что нам принадлежит, и замысла Божьего, раскрытого в Его Слове. Итак, Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители. То есть было много народа, но был также сектор служителей, в котором в тот день сидели фарисеи, законоучители. Они пришли из всех мест Галилеи. Это была региональная встреча служителей, которые собрались там наряду с остальным народом. Они сошлись из Галилеи, Иудеи и Иерусалима. И я обожаю этот стих. «И сила Господня присутствовала, чтобы исцелять их». Кого их? Тех, кто перечислен. Сидевших там фарисеев, законоучителей и просто собравшихся там людей. Сила Божья присутствовала для всех их. Сила Божья не была избирательной. Сила присутствовала для всех. И заметьте, для чего она присутствовала? Она присутствовала, чтобы исцелять. Так что мы знаем, о чем Иисус учил, об исцелении. Почему? Потому что, когда служитель учит о чем-то, становится доступной сила для того, о чем он учит. Я говорю это пасторам и служителям повсюду. Чтобы текла сила исцеления, нужно учить об исцелении. Чтобы текла сила чудес, нужно учить о чудесах. Чтобы текло процветание, нужно учить о процветании. Чтобы тек мир, нужно учить о мире. Чтобы текла радость, нужно о ней учить. О чем звучит учение, то и проявится, если вы в это поверите. Так что мы знаем, что Иисус учил об исцелении, потому что присутствовала сила для этого. Также, о чем служители учат, для того у людей и будет вера. Если члены вашей церкви нуждаются в исцелении, им нужна вера для исцеления. Значит, нужно их об этом учить. Что люди слышат, на то у них и будет вера. И, сидя и слушая учение слова, мы, верующие, должны высвобождать свою веру в то, чему нас учат. Мы не получим силу Божью просто потому, что мы присутствуем в помещении. Мы получаем, потому что верим в то учение, которое слышим. Члены церкви играют свою роль на каждом служении. Важно не только, насколько хорошо проповедует проповедник, а и насколько хорошо слушающие верят и реагируют и принимают силу Божью, которая присутствует, чтобы исполнить проповедь. Аминь. Когда проповедь соответствует Слову Божьему, когда человек проповедует Слово Божье, сила проявляется, чтобы совершить то, что он проповедует. Но людям нужно в это верить и принимать. Аминь. Я хочу сделать небольшое отступление, потому что мне так нравится эта фраза в 17 стихе. Сила Господня присутствовала, чтобы исцелять их. Это напоминает мне о том, что Иисус однажды сказал моему духовному отцу. Кеннет Хэгген был нашим духовным отцом, прежде чем он отправился домой к Господу. И однажды Иисус явился ему в видении и сказал о Своем земном служении. Когда я был на земле, я был силой Божьей. Мы знаем, что когда Иисус пришел на землю, сила Божья была сокрыта во святом святых, не так ли? Куда священник мог войти только раз в год. У остального народа, у еврейского общества не было доступа к осязаемой силе Божьей. Лишь священник мог войти один раз в год во святое святых. Там обитала сила Божья. Но Иисус родился и затем был помазан. Он не творил чудеса в детстве. Он не был ребенком, творившим чудеса. Слово говорит в 4 главе Луки, что в тот день, когда Он пришел к реке Иордан, Иоанн Креститель крестил Его, Дух Святой сошел на Него, и Иоанн Креститель увидел Его в форме голубя, что символизировало, что Дух Святой сошел на Иисуса и помазал Его. Иисусу нужно было быть помазанным точно так же, как мне и вам. Люди говорят, но Иисус был Сыном Божьим. Да, но Он снял с себя то, что пребывало на Нем, как на Сыне Божьем, и жил как человек. Да, Он был Сыном Божьим, но Он жил как человек, чтобы быть примером той жизни, которой мы можем жить. Иисусу нужно было быть помазанным, и это произошло, когда Иоанн Креститель крестил Его в реке Иордан. Итак, помазание сошло на Него, и с того дня чудеса и исцеления начали происходить в Его земном служении. И Иисус сказал папе Хегену, «Когда я был на земле, я был силой Божьей, поэтому народ толпился вокруг Меня, чтобы коснуться Меня». Люди признавали, что из Него исходила сила. Задумайтесь, что это означало. Как мы говорили, сила Божья находилась только во Святом Святых, во внутренней комнате Скинии. Так что народ, общество Израиля, не получало ее, не соприкасалось с силой Божьей изо дня в день. Она была сокрыта во Святом Святых. И вот, впервые в истории человечества сила Божья ходила среди людей. Задумайтесь. Иисус был силой Божьей. Он был силой Божьей. Вы понимаете, что это значило для людей? Сила Божья пребывает в этом человеке. Она пребывает на Нем. И прикоснувшись к Нему, можно что-то получить от этой силы. Вот почему эти слова настолько знаменательны. Сила Господня присутствовала, чтобы исцелять их. Почему? Потому что Иисус присутствовал в помещении. Итак, в том видении Папы Хегена, Иисус сказал ему, «Когда я был на земле, я был силой Божьей. Но теперь, когда сошел Дух Святой...» Когда же сошел Дух Святой? Это записано во второй главе Деяний. В день Пятидесятницы Дух Святой сменил место жительства. Он обитал на небе. Но в день Пятидесятницы Он сошел на землю и поселился в церкви, в теле Христа. И Он присутствует везде на земле. Везде на земле. Вот почему любой человек может спастись где угодно на земле. Для этого не нужно находиться в определенном месте. Не нужно быть в церковном здании. Можно спастись в своей машине, у себя дома. Если бы кто-то рассказал вам об Иисусе в продуктовом магазине, вы могли бы спастись там. Почему? Потому что сила Святого Духа присутствует везде. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел через горницу, но Он не остался в горнице. Он сошел на всю землю. И Он пребывает. Его сила присутствует на земле. Аминь. Написано, что слава Господа наполнит землю. И это произошло. Дух Святой сошел, и Божья слава присутствует везде через личность Святого Духа, который присутствует. Его сила присутствует везде. Но нам нужно это понять и сотрудничать с ней. Итак, Иисус сказал брату Хегену в видении, «Когда я был на земле, я был силой Божьей». Но теперь, когда Дух Святой на земле... Видите ли, мы с вами живем в эту эпоху. Дух Святой на земле. Вы понимаете, что во времена Ноя Дух Святой не присутствовал на земле. Во времена Моисея Дух Святой не присутствовал. Во времена Илии. И Елисея Дух Святой не присутствовал при жизни кого-либо из них. Но во времена Церкви в Новом Завете Дух Святой здесь. Нам нужно понять, Дух Святой не всегда присутствовал на земле, как сейчас. В какое время мы живем? Иисус сказал папе Хегену в этом видении, «Когда я был на земле, я был силой Божьей. Но теперь, когда Дух Святой присутствует на земле, Он – сила Божья. И Он – везде. Так что сила присутствует везде». И Иисус сказал папе Хегену, «В каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного». И затем Он добавил две вещи. Если только Он знает, что сила присутствует, нужно знать, что она присутствует, нужно быть наученным. И, во-вторых, если Он приведет ее в действие, что это значит, если больной будет с ней сотрудничать, если он сдастся ей, если он востребует силу Святого Духа, эта сила его поднимет. И я говорю каждому, кто нас смотрит, дома ли вы или на работе, на кухне ли вы, в спальне или в гостиной, сила Божья там присутствует. Если вы только признаете это и скажете «Сила Божья здесь», что бы вы ни чувствовали, какие бы обстоятельства вас ни окружали, сила Божья там присутствует. Просто поверьте в это и скажите «Я принимаю эту силу». Мы принимаем силу словами. Богу нужны ваши слова. Нам нужны Его слова, но и Ему нужны наши слова, чтобы задействовать Его силу. Наши слова приводят ее в действие. Кто из вас знает, что вера может быть высвобождена только когда мы говорим слова? Вера в нашем сердце, но она может выйти наружу только через слова. Вера Божья в нашем сердце, не в физическом органе. Мы верим Богу не органам. Когда слово говорит о сердце, оно говорит о сердцевине человеческого естества, то есть о духе. В нашем духе находится вера Божья, но нам нужно выпустить, задействовать ее, чтобы она произвела для нас работу. Как? Она высвобождается через то, что мы говорим, и через дела веры. Аминь. Когда мы поступаем так, словно Слово истина. Веря, что Слово истина, поступайте так, словно Слово истина. Веря, что Слово истина, говорите так, словно Слово истина. Аминь. Веря в силу Божью, нужно говорить. Я верю в силу Божью. Сила Божья прямо здесь, со мной в комнате. Мне не нужно дожидаться проповедника. Мне не нужно дожидаться, пока кто-то возложит на меня руки. Сила Божья присутствует прямо здесь со мной. Вам нужно в это поверить и согласиться с этим. А выразить согласие можно только словами. Нужно сказать о согласии. Знаете, когда люди решают жениться, они не могут просто выйти к алтарю и в ответ на вопрос проповедника, берешь ли ты ее, берешь ли ты его, просто молча стоять. Ну, я же пришел, чтобы жениться. Все равно нужно сказать слова, чтобы все узаконить. Все равно нужно сказать слова, чтобы у Бога было законное основание действовать для вас. Так вы активируете ту силу, которая все время присутствовала рядом с вами. Я верю в то, что Иисус сказал Папе Хегину, потому что это соответствует его слову. Он сказал, в каждой комнате достаточно силы. Если вы больны, там достаточно силы, чтобы вас поднять. В каждой больничной палате достаточно силы. Если вы в палате, прямо там достаточно силы, чтобы вас поднять. Вы скажете, я жду, чтобы Бог это сделал. Он ждет, чтобы вы это сказали. Когда вы скажете, сила выйдет навстречу вашим словам. Вы спросите, пастор Нэнси, что мне говорить? Скажите, я верю, что сила присутствует прямо здесь. Я верю, что ее достаточно, чтобы разрешить мою ситуацию, изменить мою ситуацию, прогнать немощи и болезни. Я принимаю силу Божью. Прямо сейчас я ее принимаю и буду вести себя в соответствии с тем, во что я верю. Говорите так, словно вы верите. Начните славить и благодарить Его за эту силу. Спасибо, что сила работает во мне прямо сейчас. Вот что нам нужно говорить. Спасибо, что она работает во мне прямо сейчас. Итак, в тот день Иисус проповедовал, и сила Господа присутствовала в том доме. Иисус вначале учил их. Почему? Потому что люди не знают, как сотрудничать с присутствующей силой, если они не научены. Так что Он учил их, чтобы они знали свою часть, свою роль в сотрудничестве с силой Божьей. Мне так нравятся слова Папы Хеггена. «Бог – истинный джентльмен. Он ничего не делает без приглашения». Бог не вторгнется в вашу ситуацию, пока вы не пригласите Его, а приглашает Его ваша вера. Аллилуйя. 18 и 19 стихи. «Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, в тот день там было много людей. Влезли наверх дома. Когда дверь недоступна, они влезли на крышу». Ну, двери и окна – это точки доступа в здание. Крыша – это не точка доступа. Обратите внимание, раз доступа не было, они его сделали. Вот что такое по-настоящему чего-то хотеть. Нужно хотеть, нужно желать. Нельзя быть, в принципе, не против, если исцеление не придет, если чудо не произойдет. Некоторых людей это устраивает. Нельзя иметь такой настрой. Вам нужно сказать «Я не отступлю». Так реагирует вера – «Я не отступлю». И когда через дверь было не войти, они сказали «Мы не отступим». Через окно не войти – «Мы не отступим». Есть крыша. Как неудобно. Как неудобно. Затаскивать парализованного человека на крышу. Это слегка рискованно. Рискованно и для тех, кто затаскивает, и для того, кто на постели. Видна их решимость. Видна их неотступность. Видно, насколько сильно они этого хотели. Как чудесно, что у этого расслабленного было четверо верующих друзей, которым хватило веры, чтобы затащить его на крышу. Послушайте, если ваш друг не готов затащить вас на крышу, вам нужно найти другого друга. Вам нужен друг полной веры, готовый вас затащить, помочь вам попасть куда нужно. Не будьте с людьми, которые из вас что-то вытаскивают. Будьте с людьми, которые в вас что-то вкладывают, которые ободряют вас в жизни веры, воодушевляют вас принимать от Бога, ободряют вас для жизни с Богом. Вам нужны такие верующие друзья. Рискованно их не иметь. Важно иметь верующих друзей. Вера делает то, что неудобно. Вы встанете и оденетесь, даже если у вас нет настроения, и пойдете в церковь, чтобы муж Божий вам послужил, чтобы услышать учение Слова. «Сколько бы автобусами вам не пришлось добираться до церкви?» Вера не ищет того, что удобно и легко. Она стремится взять то, что ей принадлежит. Аминь. Двадцатый стих. «Иисус, видя веру их, видя веру их, Он увидел их веру. Как Он ее увидел? Ведь вера в Духе, как же ее можно увидеть, видя ваши поступки, слыша ваши слова?» Люди могут узнать ваш уровень веры, слушая, что вы говорите, и видя, что вы делаете. Окружающие соприкасаются с вашим уровнем веры через ваши слова и через ваши дела. Иисус увидел это и сказал, «Для этого понадобилась вера, чтобы затащить человека на кровати, на крышу, разобрать крышу и опустить его». Причем они даже не свой дом разбирали. Некоторые говорят, что они разбирали дом Иисуса. Возможно, это был дом Иисуса, а может, чей-то еще. Суть в том, что это не был их дом. И они разбирали чей-то дом, говоря, «Не волнуйтесь, мы позже это исправим». Итак, Иисус увидел их веру. Иисус хочет увидеть вашу веру. Бог хочет увидеть вашу веру. Наше дело – показать Ему свою веру. Как показать Ему веру? Через то, что мы говорим, и то, что мы делаем. И когда Иисус увидел их веру, Он что-то сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Посмотрите, человек пришел за исцелением, а Иисус поднимает вопрос грехов. Послушайте, Иисус поднял вопрос грехов не для того, чтобы удержать исцеление. Он объяснил, «Не позволь грехам украсть у тебя исцеление, потому что Я прощаю тебе грехи твои». Аминь. Дьявол любит использовать прошлое, чтобы осудить вас и втолковать вам, что вы не можете получить от Бога то, в чем вы нуждаетесь. Но Иисус даже не позволил этой мысли остаться без ответа. Он с ней разобрался в первую очередь. «Прощаются тебе грехи твои». Возможно, именно Его прошлый образ жизни и открыл дверь для паралича. Аминь. 21 стих. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Посмотрите на 23 стих. Мне он так нравится. «Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань и ходи». Он не сказал, что сложнее. Он сказал, что легче. «Знайте, все легко для Иисуса. Все легко для Бога. Если что-то трудно для вашего ума, это не значит, что это трудно для Него. Все легко для Него. И Он дал им понять. Вы говорите, что эти грехи слишком велики для Божьего прощения. Я хочу, чтобы вы знали, это легко. Почему? Иисус выполнил тяжелую часть. Он заплатил цену за грех. Он взял грехи человечества на себя. Он заплатил цену и дал нам легкую часть. Просто верить. Просто верьте и говорите и поступайте в соответствии с тем, во что вы верите. И Он говорит, Богу настолько же легко простить, как и исцелить. Богу настолько же легко исцелить, как и простить. Аминь. Аллилуйя. 24 стих. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Аминь. Прощение этого человека невозможно было увидеть, но его исцеление уж точно можно было увидеть. Так что в качестве доказательства, что он прощен, он был поднят. Аминь. Заметьте, Иисус за него не молился, не возлагал на него руки. Он просто сказал ему, что сделать. Он дал ему повеление. Самое лучшее, что Бог может сделать для нас, это дать нам повод для послушания. Наши чудеса начинаются с повиновения тому, что Он говорит нам сделать. Чудо этого человека произошло не только через то, что его подняли на крышу и опустили сквозь нее, но также через исполнение того, что Иисус сказал ему сделать. Что Иисус сказал вам сделать? Если вы это сделаете, по другую сторону вас ожидает чудо. По слушаниям вы не зарабатываете чудо. По слушаниям вы занимаете положение для получения чуда. И это не одно и то же. Нам не нужно сделать достаточно добрых дел, чтобы Бог двигался для нас, чтобы Он исцелил или освободил нас. Но повинуясь тому, что Он говорит, мы становимся в правильное положение, чтобы получить то, что у Него есть для нас. Иисус настолько хотел, чтобы этот человек исцелился, что дал ему повод для послушания. Почему? Потому что хотел, чтобы он исцелился. Займи правильное положение и исполни то, что я говорю. Как же сделать то, что сказал Иисус? Просто возьми постель твою и иди. Парализованный мог сказать, я не могу встать. Но он просто сделал то, что сказал Иисус. Аминь. И когда он это сделал, сила вышла навстречу его действию. 25 и 26 стихи. «И тотчас этот человек встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, хваля, славя и благодаря Бога. И непреодолимое изумление охватило всех, и они хвалили, славили и благодарили Бога, и были наполнены и охвачены благоговейным страхом, и не переставали говорить. Сегодня мы видели чудесные, странные, невероятные и немыслимые дела. Чудо этого человека взбудоражило всех вокруг. Послушайте, больше никто не исцелился, а могли бы. Фарисеи и законоучители не исцелились, а могли бы. Они не высвободили свою веру. А вы можете исцелиться, высвободите свою веру. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.